В состоянии и качество благоустройства Хостинского района проверил сегодня глава Сочи, как говорится, с колес. Немало было сделано городом по приведению территории к единому архитектурному облику, напоминает Анатолий Пахомов. Но поддерживать и продолжать эту работу необходимо и сегодня. Гостевые зоны, подчеркивает глава курорта, должны быть приведены в порядок. Заваленные заборы, облупившаяся фасадная краска на домах, ветхие, порой бесхозные строения не к лицу южной столицы. По возможности необходимо увеличивать и зеленые зоны в микрорайонах, сохранять уже сделанные и благоустроенные, в том числе, теренкур, тропу здоровья. Немедленно приступить к тому, чтобы эту зону сделать особо охраняемой, зеленой зоной, от курортного вниз к морю. Понятно это? Начинается у нас от стадиона и заканчивается на Мацесте. Важно не потерять то, что приобретали и нарабатывали в течение нескольких лет, подчеркивает Анатолий Пахомов. Созданную зону гостеприимства необходимо расширять. Архитектурный облик курорта должен сохраняться и в микрорайонах города. Объезд показал, что в целом Хостинский район выглядит неплохо, но мусор на склонах, придомовых участках портит общую картину. Поддерживать и сохранять порядок, содержать и контролировать благоустройство территорий, домов, причем как многоквартирных, так и частных, обязанность в том числе и самих сочинцев. Наши горожане должны понимать, что это создается для них, и это нужно беречь. И с другой стороны, всем этим надо управлять, и все это нужно содержать. И собственники, и наши индивидуальные жилые дома, их дворы, их заборы, это их собственность. Они должны быть в хорошем архитектурном виде. И, конечно, дворы, многоквартирные жилые дома, многие, которые отремонтированы за счет программы подготовки к Олимпийским играм, должны действительно тоже содержаться. И жители просто обязаны их содержать в замечательном состоянии. Результатом проведенной инспекции стали поручения главы города. Анатолий Пахомов потребовал провести обход территорий, составить план по благоустройству с условием, что к июню работы должны быть завершены. На ближайшем планерном совещании необходимо представить и первые результаты. Рената Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.